Здравствуйте! Сегодня наша вторая лекция, она касается малярии. Это довольно важное заболевание, так как, во-первых, оно действительно всё ещё очень распространено, бороться с ним в определённых регионах сложно, и если прекратить все профилактические мероприятия, то оно может распространиться довольно значительно. Об этом чуть позже. А пока, собственно, малярия. И тут ещё такой момент. Даже если ваша профессиональная деятельность будет держать вас вдали от тропических стран, то всегда есть случаи завозной малярии. Африка всё-таки регион, активно уже взаимодействующий с остальным миром, и вот там малярия – это проблема, и люди туда летают. А так или иначе моряки туда плавают, и в вашей врачебной практике даже вдали от Африки может попасться малярия завозная, что, допустим, в том же Крыму случается регулярно. Итак, малярия. Острое инфекционное заболевание, вызываемое малярийными плазмодиями, передающиеся санками комара рода Анофелис, характеризующиеся циклическим течением со сменой периодов острых легородочных приступов и межприступных состояний – гепатоспленомегалии, анемии, иногда тяжёлые поражения нервной системы, почек и других органов, а также рецидивами. Смотрите, в этом отделении сразу заложена основная клиника – лихорадочные приступы, гепатоспленомегалия, анемия. Тяжёлые поражения нервной системы, почек и других органов – это обычно касается в основном терапической малярии. А рецидивы – это уже уливает у всех. Итак, немножко история. Маль-ария переводится в дурной испорченный воздух, связанный с ядовительными испарениями болот. Ещё в 460-х, в 377-м году н.э. упоминается о древних китайских и египетских рукописях трудах Гиппократа. В 1640-м году Хуана Дельвега применил настой карахинного дерева для лечения. До этого лечения как бы как такового не было, пережить. В 1880-м году Лаверан в Алжире открыл возбудителя малярии. В 1897-м году Рональд Рост доказал, что переносчиком является комар. 2,5 миллиарда риск заражения свыше 40% населения мира, более чем 100 странах. 500 миллионов из них заражены малярийными плазмодиями. 110-120 миллионов клинических случаев малярии ежегодно, из которых 90 миллионов в странах тропической Африки. 2-2,5 миллиона в мире умирает от малярии, что вероятно занижено. 3000 умирает в Африке ежедневно. Ну, опять-таки, данные статистики такое. Может быть, чуть больше, чуть меньше. Но, тем не менее, вы видите, что цифры достаточно большие. Собственно, это распространение на сегодняшний день. То есть, это, в основном, тропический пояс. Но были времена, когда малярия была распространена по всему земному шару. Не так интенсивно, но тем не менее. И это было связано с непониманием механизма передачи, с распространением комаров. Ну, конечно, не круглогодично, но в любой точке, практически в любой точке мира это было возможно. Это официальный документ Роспотребнадзора. На самом деле, если посмотреть более свежие документы, этот список не совсем такой. То есть, допустим, та же Турция уже, по-моему, считается свободной от малярии. Ну, или она очень близко туда движется. Но есть такой момент. Опять-таки, как бы, вы граждане других стран, да? Я гражданка России. В общем, в России мы рекомендуем, мы рекомендуем, так сказать, официальными документами Роспотребнадзора. Опять-таки, в вашей стране есть или нет малярии, это надо узнавать у вашего, соответственно, санитарно-эпидемических инстанций. Ну, или можно посмотреть сайт ВОЗ. Потому что такая штука, как малярия, она из какого-то региона может исчезнуть благодаря активным действиям профилактическим. Или же в связи с какими-то природными катастрофами или социальными катастрофами в какой-то страну она может вернуться. Поэтому это, ну, не 100%, это не суперустойчивая штука. И поэтому периодически этот список надо проверять и желательно в каком-то источнике, который обновляется чуть чаще, чем в 20 лет, как это делают документы Роспотребнадзора. Да, соответственно, ваш локальный санитарно-эпидемиологический орган, инстанция, да? Или же сайт ВОЗ. Ну, опять-таки, что-то в этом роде. Итак, то есть есть как и в европейских странах Армения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан. Ну, в любом случае, да, это еще документы Роспотребнадзора, возможно, сейчас ситуация немножко поменялась. Средиземноморский и Юго-Восточный Азия и Океане регионы Алжира, Афганистан, Благодеш, Бултан, Ванатау, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Йемен, Камбоджа, КНР, Лаос, Малайзия, Мьяман, Непал, Аман, Пакистан, Папауанова, Гвинея, Судовская Арабия, Соломоново острова, Сирия, Тайланд, Филиппины, Шиланка, КНР, Южная Корея. Естественно, в основном это Африка. Ангола, Бенин, Бацвана, Буркино-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Ганна, Гвинея, Гвинея, Бесау, Джибути, Заир, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кабаверде, Кения, Конго, Кот-Дивар, Каморские острова, Лимберия, Маврики, Кемо-Британия, Мадагаскар, Малаби, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Сан-Томы и Принципи, Свазиланд, Сенегал, Сомали, Судан, Сьер-Алеона, Танзания, Тога, Уганда, ЦАР, ЧАТ, Экватриальная Гвинея, Эфиопия, Эритрея, ЮАР. И Центральная Южная, но здесь, наверное, имелась в виду все-таки Америка. Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуалы, Гайки, Гаяна, Гватемала, Гаяна Французская, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Косарико, Мексико, Нигарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Солидор, Сувинамо и Эквадор. То есть, в первую очередь, это, конечно, климат, но здесь еще немножко социально-экономические моменты, ну, по профилактике чуть позже говорим. В 1998 году принят проект ВОЗ-обращения с 5 малярии, цель уменьшения за 10 лет двое экономических потерь от малярии. Главные компоненты проекта создания доступа населения в эндомичных регионах крайней диагностики лечения, способность национальных учреждений быстро реагировать на возможность возрождения малярии. Вот это очень важно. Организация мер среди населения для уменьшения распространения заболевания. Там у них еще какой-то был план в 2020-м, все элиминировать не получилось. И сейчас ближайший план в 2050 году уменьшить распространение малярии до буквально нескольких точек, но посмотрим. То есть, планы они периодически ставят, не всегда они исполняются, но тем не менее главное, что есть какие-то наметки и какие-то цели, и какие-то действия производятся. Сложности на данном этапе. Расстратывание устойчивости к противоалималийным препаратам, безусловно. Устойчивость к переносчикам, к инфекцидам, да. Потепление климата, кстати. Рост миграции населения, и, как всегда, не всегда эта миграция контролируема. Сокращение медицинской помощи в условиях экономических реформ и кризиса, увеличение эрригационных систем. Эрригационные системы – это вода, это место потенциального выплата комаров. Для человека патогены – четыре види возбудителей. Плазмодиум вивокс вызывает трехдневную малярию. Плазмодиум малярия вызывает четырехдневную малярию. Плазмодиум флодосифарум вызывает тропическую малярию и плазмодиум овалия вызывает овалию малярию типа трехдневной. Редко человек может заражаться малярией обезьян, плазмодиум пноулезией и плазмодиум циномолгией. Там клиника ближе к тропической довольно тяжело протекает, но об этом говорить не будем, потому что, опять-таки, довольно редко. Тут бы вам основные четыре запомнить. Очень важно, что при малярии вивокс и овалии в организм человека проникаются паразоиды двух видов. Одни способны развиваться сразу же после попадания в печень, так называемые тахиспаразоиды. Другие начинают свое развитие спуска несколько месяцев и даже полтора-два года. Гипнозоиды брали спаразоиды или дремлющие спаразоиды, это все синоним одно и то же. Они являются причиной поздних рецидивов. Опять-таки, запомним, малярия вивокс и малярия овали. Именно эти два и только эти два вида малярии обладают древнющими спаразоидами. Соответственно, возможны поздние рецидивы. В четырехдневных тропических малярии такого не бывает, там только ранее. Пути передачи малярии. При укусе самки комара анофилис в определенных климатических условиях, что важно. То есть, если самка комара анофилис укусит в холодной температуре, этого будет недостаточно, чтобы... В общем, для плазмодия нужна определенная температура, чтобы созреть и размножаться в теле комара. То есть, если будет низкая температура, то это будет, скорее всего, безопасно. От матери плоду вертикальный путь часто при повреждении плаценты. Парантеральный путь часто плазмодию малярии ведут к длительному апперсистированию паразитов в крови 15 и более лет. То есть, за это время обычно у организма вырабатывается некий иммунитет и клинические проявления минимальны. И вот тогда здесь, может быть, человек может об этом не знать, не помнить, забыть и так далее. Но его кровь может как-то использоваться или... Ну, такое возможно очень. В донорской крови плазмодия выживает в течение двух недель. Так что, в общем-то, сплазмодия, обычная карантинизация, как она делается, этого вполне хватает. Но не забываем, что иногда есть экстренные ситуации, когда кровь берут вот прямо сейчас. Опять-таки, это крайне редко, но теоретически возможно. Также описана аэропортная малярия, так называемая, при завозе зараженных комаров из тропика. Ну, то есть, сел комарик, только не на воздушный шарик, а на куда-нибудь там какие-то вещи или что-то в самолете. И таким образом может попасть в страну, где, собственно, его никто не ждет. И, собственно, там же кого-то укусить. Соответственно, человек не вылетал, не выезжал, но малярия бывает. Такие случаи описаны, действительно. Это бывает редко. Но, опять-таки, о таких штуках надо помнить, когда уже непонятно откуда. Итак, жизненный цикл. Половой спорогония в организме окончательного хозяина, как санки комара, анофилис. Бесполощь сагония в организме параллежуственного хозяина человека. Спорогония. При кровососании больного или носителем арилеи санка комара получает половые формы плазмодиев. Микрогометациты мужские и макрогометациты жертвские. В желудке комара мужской гамонт выбрасывает 4-8 жгутиков. После созревания гамонтов происходит аллотворение, образуется зибота. Затем акинета, которая проникает в последний слой, превращается в ацисту, в которой в результате многократного деления образуется 10 тысяч спорозоидов. Ацисту лопается спорозоид и разносится гемболитом различного комара, скапливаясь в наибольшем количестве в слюнных железах. С этого момента комар заразен для человека. Вот, момент, что я упоминала. Спорогония зависит от температуры воздуха. Минимальная температура, при которой проходит спорогония, спорогония 16. Это должна быть среднесущная температура, да, 16. Для тропической более 20. Чем выше температура, тем быстрее осуществляется спорогония. При 25 спорозоиде трехдневной овале малярии созревают за 10 суток. Тропической – за 12, и четырехдневной – за 16. При низкой температурах спорогония может длиться более 2 месяцев. При температуре ниже 16 и выше 37 она прекращается. Каждый вид малярийных плазмойтек может проходить спорогонии в определенном виде комаров анофиес, что определяет возможности возникновения малярии в данной местности. Итак, это, опять-таки, цикл. Ну, то есть то, что кратенько описано в строке или в картинках. Макрокомета, мигрокомета, зигота, акинета, ациста, выход с паразоидов, и комар снова кусает. В человеке же идет в клетке печени. Опять-таки, там еще немножко зависит от того, какой вид. То есть если это трехдневная или овалия, там могут часть оставаться в виде гипнозоидов. Дальше идет инфицированная клетка печени, тканевой шизонт, экзоритроцитарное шизохоние, выход мирозоидов. Там еще подробнее будет на слайде. Незрелый трофозоид, зрелый трофозоид, выход мирозоидов. И опять-таки, в конечном итоге созревают гометоциты, да, вот самые, которые микро- и макрогометы, которые в итоге поглощает самка-комара. Ох, так, надеюсь, дальше есть. Да, ладно, давайте здесь еще раз. Ну, здесь, в принципе, то же самое, только шуть-шуть красивее, да. Макрогометы, микрогометы, зигота, ацисты, спорозоид, следующий человек. А также клетки печени, развитие шизонтов клеток печени, микрогометацитов из печеночной клетки. Это все идет в печени. Дальше эритроцитарный цикл развития. А теперь красиво и словами. При трехдневной овале малярии в организм человека проникают спорозоиды двух видов. Одни способны развиваться сразу после попадания в печень. Тахи спорозоиды. Другие начинают развиваться на спусках несколько месяцев и даже полтора-два года. Эпиднозоиды. Брани спорозоиды или дремучие спорозоиды. Они являются причиной поздних или так называемых тканевых рецидивов. И обеспечивают развитие болезни после продолжительной инкубации. Этот процесс детерминирован генетически и контролируется соответствующими локусами. После разрушения гипотоцита тканевые мирозоиды попадают в кровь. Частично погибают под действием иммунитета. А остальные проникают в эритроциты. Давая начало эритроцитарной шизогонии. В ходе которой происходит следующая стадия развития. Трофозоиды. Это растущий паразитцитный нитрон. Подразделяются на кольца, юные, полувзрослые, взрослые. А также трофозоиды, готовящие к деглярению. Ой, бух ты мой. Опять пауза. Ладно, вернемся сюда. При кровососании на больном человеке в желудок с кровью попадают микрогометоциты и макрогометоциты. Опять то же самое. В общем, это в целом на самом деле несколько раз одно и то же, что вам это лучше запомнить. Потому что, как показывает практика, при однократном повторении обычно это все из головы улетучивается. Поэтому несколько раз. Потом еще на занятии повторите, и потом еще обговорите, и потом еще на контрольной точке. Так, ациста в ней происходит многократное деление с паразоидом гемолитвы, дальше слюны железа комара. И с этих пор комар приобретает инфекциозность. Однако, вспоминаем, да, то есть это может от 10 дней этот цикл занимать в зависимости от температуры до нескольких месяцев в комаре. В зависимости от температуры окружающей среды и, собственно, своего подбида. Так, при укусе инфицированного комара в кровяное усло попадают спаразоиды. Дальше, в тканевой шизогонии, тканевая, это в клетках печени, внедряются в гипотезциты, проходит тканевой шизон, тканевые нейрозоиды, размещение гипотезцитов и выход тканевых нейрозоидов в кровь. Внедрение дальше в крови внедряются в эритроциты, это уже эритроцитная шизогония, плясцевийный трофозоид, унитрофозоид, зрелый трофозоид, незрелый шизон, делящий на шизон комарла, и эритроцит разрушается. А это обославляет начало клинических проявлений. Выходят многочисленные эритроцарные нейрозоиды, погибают желтые комара, если попадают в него с кровью при кровососании. А микро- и макоргамитоциты, попав в кровь, дают начало в кровь-повора. Степень пораженности малярии у тебя характеризуется двумя индексами. Селезеночный. Процент обследованных детей от 2 до 9 лет с увеличенной селезенкой. И паразитарный. Процент детей до года с паразитами в крови. Степень эндемии по ВОЗ. Гипоэндемия – селезеночный индекс до 10, мезоэндемия – селезеночный индекс 10-50%, гиперэндемия – селезеночный индекс более 50% и голоэндемия – паразитарный индекс более 70%. Селезеночный индекс взрослый – низкий или высокий, новогвинейский тип. Реззаражение в голоэндемичных очагах колоссальный. В очагах гипо- и мезоэндемичной малярии – низкий. Опять-таки, почему дети? Потому что дети чаще всего болеют. Ну и потом они или умирают, собственно, основная смертность от малярии – это в основном дети. Да, или вырастают. Малярия – циклический процесс, склонный к рецидивированию. При заражении человека с паразоидами, при всех формах малярии, происходит развитие паразитов клетокпичней без клинических проявлений, инкубационных периодов. После выхода мирозоида в кровь и проникновения эритроцит, в эритроцит начинается эритроцитарное шизогонение, с которой связаны все клинические симптомы. Они возникают только тогда, когда число бесполых паразитов в крови превышает определенный уровень. Пирогенный порог. Он обычно достигается после одного или нескольких циклов эритроцитарной шизогонии, поэтому инкубационный период всегда несколько больше, чем деятельность эритроцитарной шизогонии. Чем выше иммунитет, тем выше пирогенный порог. И иммунный, по-моему, может составлять всего несколько паразитов, 1 мкл крови. А теперь как, собственно, развиваются симптомы. Опять-таки, помним, что для большинства видов малярии характерны только озноб, жар, поп, увеличение печени и селезенки и анемия. А такие симптомы, как желтуха, рвота, диарея, кашель, влажные гриппы, аллегория и кома, это в основном касается тропической малярии. Итак, озноб, жар. Сначала сужение, затем резкая дилатация перекличных сосудов. Лихорадка. Действие различных пирогенов, поделяющихся при распаде инвазированных эритроцитов, в том числе фактор некрозов. Увеличение печени. Отек сосудистой стаза, гиперплазия, ретикулы, эндотелия. Желтуха. Главным образом гемолитическая. При тяжелом течении и значительном повреждении гиппотоцитов может уверенно повышаться и прямой билирубин. Но опять-таки, желтуха, это будет становиться за счет несвязанного билирубина, да, непрямого. Увеличение селезенки. Повышенное кровонаполнение, депонирование и последующее отношение инвазированных эритроцитов. Анемия. В начальный период главным образом за счет распада инвазированных эритроцитов. В дальнейшем гемолизм может усугубиться за счет аутоиммунного компонента. У нелечных может поддерживаться за счет развития гиперсплинизма, возможно, угнетение кроветворения. Тахикария. Компенсаторная реакция, призывающаяся анемией и гиповолемией. Систолический шум может быть за счет анемии и гиповолемии. Снижение давления, коллапсы. Это тотальная вазогилитация, гиповолемия. При поражении надпочек, возможно, речное снижение. Это кодирских цифр. Это уже что-то вроде малярийного алгида. Не то, что участок. Рвота центрального генеза, особенно при тропической мандии. Отек слизистой оболочки желудка. Нарушение всасывания. Диарея. Обычно на фоне отека слизистой оболочки кишечника, развитие синдрома маляксорции. Кашель. Микроциркуляторные расстройства страхи и бронхи при тяжелом течении в легочной ткани. Влажные хрипы могут быть при вторичной инфекции. Могут свидетельствовать об избыточном введении жидкости больному и начинающемся отеке легких. Аллегурия в основном за счет гиповолемии. Острая почечная недостаточность преимущественно при тропической мандии. Хроническая почечная недостаточность преимущественно при четырехдневной мандии. Гемоглобинурия. Инфекционно-тостический шок. Но, опять-таки, аллегурия, когда мы говорим про тропическую мандию, это то, что встречается в остром периоде. При четырехдневной малярии ХПН должны пройти годы. Это очень длительный процесс, когда постепенно за счет аутоиммунного компонента развивается нифроза, нифрит. И в конечном итоге, когда не будет, он приводит к хронической почечной недостаточности. То есть это не дело двух недель. Это длительное развитие и требуется годы. Головная боль. Нарушение микроциркуляции в сосудах головного мозга. Кома. Резкое нарушение кровообращения ЦНС. Следствие абдурации просвета сосудов. Но это, опять-таки, при тропической малярии. Причины особой злокачественности тропической малярии. То есть я неоднократно уже подчеркивала, что самая тяжелая и самая многозиптомная именно тропическая малярия. Теперь, собственно, почему. Иммунитет в ней развивается медленно. Паразитомия нарастает в геометрической прогрессии и может достигать очень высокого уровня. Больше образуется тканевых эритроцитарных мирозоидов. Поражаются эритроциты всех возрастов. Эритроцитарная шизогомия происходит в капиллярах внутренних органов. Сопровождается формированием паразитарных тромбов. Что приводит к глубоким расстройствам микроциркуляции в жизненно важных органах. Печень, почки, мозг, желудочно-кишечный тракт, пациенты и другое. Паразит меняет элементы антигенной структуры и препятствует развитию иммунитета. Еще раз подчеркиваю. Эритроциты всех возрастов, в то время как при других маляриях обычно только юные или только взрослые. А также капилляры внутренних органов. Патогенер тяжелой тропической мадрии представляется в виде каскадопроцесса. Паразит меняет оболочку пораженных эритроцитов утратой и милостичности. Образуются шишковидные выросты. Эритроциты прилипают к дотелию капилляра. Соединяются между собой образуя агрегаты капилляра головного мозга, печени, почек и другого. Освобождение гистамина, каликрин, кренинового комплекса обусловливает повышение проницаемости капилляров и вязкости крови. Звиги в свертывающей системе, замедление кровотока, что способствует образованию сладжей, паразитарных тромбов и закупорки терминальных сосудов. Нарушение органной микроциркуляции приводит к аноксии, гипотензии, отеку мозга, тяжелым дистрофическим и некробиотическим изменениям, что проявляется малярийной и томой, острой почечной, печеночно-почечной и сердечно-легочной недостаточностью шока. Возможно развитие ДВС-синдрома. Большую роль в генезе церебральных нарушений играет гипогликемия. Цитотоксический фактор способит ингибировать в митокондриях анаэробный гликолиз и фосфорилирование. Причина гемолиза в прямом виде. Разрушение эритроцитов паратротомии. Повышенная кроворазрушительная функция РЭС. Особенно гиперплазированные селезенки, где разрушаются как инфицированные, так и неинфицированные эритроциты. Отоиммунные механизмы гемолиз неинфицированных эритроцитов под действием комплекса антиген-антитела. У больных с дефицином Г6 и ГДГ при назначении хини на других препаратах нередко развивается массивный внутрисосудистый гемолиз, приводящий к гемоглобинурии и острой почечной недостаточностью. Но опять-таки, да, это у изначально людей с такой патологией. По мере развития иммунитета возможно развитие рецидивов. По выразности рецидивы могут быть клинические симптомы и паразитарные, без клиники. То есть, когда паразиты определяются в крови, но яркой клиники нет. По времени наступления ранние до двух месяцев после окончания первичных проявлений и поздние. То есть, спустя несколько месяцев, соответственно, спустя как минимум два, скорее всего, три, четыре, пять и так далее. По происходению рецидивы эритроцитарные, в результате оживления подавленной иммунитетом эритроцитарной шизогонии, они же ранние, возникают при всех видах малярии. Это возможно. Опять-таки, при нелеченной или нелеченной. И экзоэритроцитарные или тканевые, связанные с активизацией гипнозоидов, они же поздние, бывают только при вивоксе и овале малярии. Итак, клиника. Клиника свежей малярии. Ведущая от ряда симптомов. Маляриный пароксизм, основа жарпот, анемия, гепатоспленомегалия. Вначале может быть общий признак интоксикации. Затем инициальная лихорадка, ремитирующая или ежедневная 2-3 дня. Через 2 по дней иногда раньше. Пароксизм у малярии со сменой основ жарпот, так классическая, вот такая малярийная триада. После приступа период аперексии. Число приступов при первичной атаке 10-14. Увеличение и болезненность печени и селезенки выявляется после нескольких приступов. Нервная система поражается в основном при тяжелых формах тропической малярии в виде церебральной формы или малярийной комы. Трехдневная малярия. Инкубационный период 10-20 дней. Первичные проявления через длительный срок. Возможно, у получавших химиопрофилактику. Характерно продругло. Лихорадка в начале инициальная, неправильная. К концу первой недели правильное очередование приступов через день. Обычно в полдень. Все фазы приступа до 12 часов. Пароксизм продолжается 3-6 недель. Гепатоспленомегалия к концу первой недели болезни. Немея появляется лишь на второй-третьей неделе болезни. Ранние и поздние рецидивы имеют острое начало с правильной, очередующейся температурой. Гамонты в крови появляются сразу. Течение доброкачественное. Вот опять-таки картинка. Трехдневная малярия. А вот это полдень. Приступ. Потом. Проходит от приступа 48 часов. Раз, два. И снова приступ. Но по сути дела вот у нас день с приступом, день без приступа, день с приступом. Но это как бы еще... Это не совсем ровно нарисовано. Крульевая. Вот. Опять-таки, да. Инициальная лихорадка. Потом приступ. День без приступа, день с приступом, день без приступа, день с приступом. Да. Каждый через день, да. И мы видим, что от начала одного приступа до начала другого проходит 48 часов. Да. А вот 24-48, 24-48. Это трехдневная. Овальная малярия. Инкубационный период 11-16 дней. Склонность к первичной латенции. Через несколько месяцев, может даже лет. Пароксизмы возникают сначала через день. Сначала через день, то есть с самого начала, без инвестиции. Приступ развивается в вечерние часы. Озноб менее выражен. Течение более легкое. Температура ниже. Селезенка увеличивается медленно. А не менее развивается при значительной великолепности болезни. Паразитомия невысокая. 520 тысяч 1 микролитвий. Низкий уровень гамонтов. Ранние и поздние резидивы, как при трехдневной малярии. Вот, опять-таки, видите, здесь температура поменьше. Сразу, да, вот такой красивый график без инициальной лихорадки. Опять-таки, ближе вот вечер. Опять-таки, через 48 часов. День с приступом, день без приступа. День с приступом, день без приступа. Четырехдневная малярия. Инкубационный период 25-40 дней. При шизонном заражении от нескольких дней до нескольких месяцев. Считается у нее самый длинный инкубационный период, потому что обычно про гипнозоиды не считается. То есть обычно все-таки и гипнозоиды, и обычно идут тахи, спаразоиды. Поэтому все-таки самый длинный инкубационный период считается у четверхдневной малярии. Продрома редко. С первых париксизмов приступы через два дня. Редко бывают сдвоенные приступы или ежедневные, но все-таки. Действенность первичной атаки несколько месяцев. Гепатасплина магалия через две недели. Анимея развивается медленно. Уровень паразитамия невысокий. Рецидия, возможно, спустя много лет. Прогноз благоприятный. Тяжелое течение при развитии нефротического синдрома. Вот, четверхдневная малярия, видим приступ. Раз, два дня без приступа, снова приступ. Это 72 часа. То есть вот раз. 24, 48, 72. Опять-таки, немножечко начало. Опять-таки, да. Приступ. Два дня без приступа. Приступ. Два дня без приступа. Приступ. Через каждые два дня. Тропическая малярия. Инкубационный период 8-16 дней. То есть самый короткий из всех. Продроба. Лихорадка неправильная. Непостоянная. Пароксизмы длительные. Может быть, по 24-36 часов. Приступы в любое время суток. Чаще утром, но в любое. Озноб и пот маловыражены или отсутствуют. В период жара состояние очень тяжелое. Снижение температуры сохраняется явление токсикоза. Серезенка увеличивается к десятому дну болезни. Функции печени могут быть значительно нарушены. Уровень паразитомии прогрессивно нарастает. На второй неделе анемия. Продолжительность острого периода 2 недели. Рецидивы только ранние. Протекают легче. Возможное злокачественное течение у неимунных. Вот. График температуры притропических малей абсолютно как попало. Потому что несинхронизированы эритроцитарные циклы. И разные генерации дают приступы в разное время. Поэтому абсолютно нет какой-либо выраженной структуры. Малярийная кома. Или же церебральная малярия. Тяжелое осложнение только тропической малярии. В одномичных очагах развивается у впервые заболевших, нелеченных приезжих, не имеющих иммунитеток по вмодиуму флицпару. В неэндемичных зонах вскоре после приезда у возвратившихся из эндемичных районов и не получавших качественную химиопрофилактику. Обычно кома развивается через 3-5 дней от начала заболевания. Иногда через 2-3 часа после госпитализации на фоне начатой терапии. Очень редко кома возникает после 4 дня болезни или даже спустя 1,5 месяца. Тредрасполагающие факторы. Конституциональная неполноценность, статус химико-лимфатикус, истощение, переутомление, недоедание, беременность, алкоголизм, наркомания, высокая температура внешней среды, реакклиматизация у возвратившихся из тропиков, аллергическая настроенность. Диагностика. Клиника и эпидемиологические данные и результаты лабораторных исследований. Ошибочная и поздная диагностика при отсутствии эпидно-осторожности у врачей, недостаточным обследованием больного, атипичным течением болезни. Основным методом диагностики малярии является исследование серии мазков и толстых капель крови. Низкая партитомия может привести к гиподиагностике малярии. Вот, собственно, метод диагностики, которые сейчас используются. То есть это прежде всего, ну, в первую очередь, хотя это считается силой доказательности С, но это самый распространенный. Микроскопические препараты крови, приготовленные методом тонкого мазка и тюнста капли, окрашенные по романовскому гимзе, пациенты с клиническими симптомами малярии для подтверждения нозологии, видовозбудителя, определения степени тяжести, инфекционного процесса или исключения малярии. Экспресс-тест, иммунохроматографический метод. Сейчас даже у нас есть в седьмой горбольнице, богом забытый, но, то есть это вполне себе рабочий инструмент, особенно, то есть он не, скажем, да, никогда мы не ставим диагноз по экспресс-тесту, все-таки, хотя практика показала обратно, все-таки желательно еще какое-то подтверждение, но, тем не менее, он широко используется в последнее время. Пациенты с клиническими симптомами малярии для предварительного подтверждения нозологии, да, то, что я говорила, все-таки потом требуется еще какое-то подтверждение, но предварительно. ПЦР, тоже используется, пациенты с клиническими симптомами малярии для определения нозологии, выявления носителей, определения микс-патологии, дифференцирования рецидива или инфекции. Ну, биохимический, опять-таки, для определения степени тяжести инфекционного процесса, то есть это не метод подтверждения, но он определяется в диагностике для определения степени тяжести. Критерии диагностической значимости. Специфические белки-возбудители малярии, иммунохроматографические реакции, основанные на явлении определенных белков и ферментов возбудителей малярии, фальцепарум, фальцепарум плюс вивокс, плазмодиум, используются в экспресс-методах диагностики малярии как предварительное исследование. Далее, возбудители малярии, обнаружение бесполых и половых форм, возбудители в крови в период его развития в эритросытах, преследовании препаратов толстой капли и тонкого мозга. ДНК-плазмодия малярии в крови, выявление ДНК-малярийного плазмодия методом ПЦРФРО. Почему еще у Москвы метод доказательности С? Ну, потому что, несмотря на то, что исследование хорошее и, в общем-то, довольно информативное, у нас остается такой человеческий фактор, насколько хорошо обучены лаборанты, насколько они эту малярию видят или не видят. Поэтому, когда от человека это не зависит, в чем-то это даже лучше. Дальше. Чисто теоретически любой врач должен уметь делать толстую каплю и тонкий мозог. Другой момент, скорее всего, он это сделает криво и плохо, но уметь он должен. Поэтому для первичного, первичный мозог должны уметь все. Это один из практических навыков, которые, в общем-то, должны знать и студенты, и, в общем-то, все врачи. Другой момент, что, скорее всего, не знают, но должны. Поэтому обычно в малейных вкладках лежит инструкция вот примерно такого плана, как это на самом деле делать. И если есть возможность, лучше, конечно, чтобы это сделал профессионал, но если нет возможности, лучше уже хоть какое-то, чем никакое. Итак, как это делается? Протереть подушечку второго или третьего пальца. Поколоть подушечку пальца. Слегка нажать по направлению к месту укола. Предметное стекло необходимо держать за края, чтобы не было отпечатков и не мешать просмотру. Взять каплю крови на нижнюю поверхность стекла. Это на одном предметном стекле. Дальше. Взять каплю крови на чистую поверхность стекла. Распространить каплю, получив круглый мозог диаметром 1 см. Взять новую каплю на край другого стекла. Приложить стекло с каплей крови к первому стеклу под углом 45. Одним движением распространить каплю по первому стеклу. Подождать, пока мозог высохнет, и лишь после приступить к фиксированию и окрашиванию. То есть, я думаю, здесь не надо объяснять, где толстый мозог, где тонкая капля, а где толстая капля, а где тонкий мозог. То есть, где капля, там капля, где мозог, там мозог. А полуколичественное исчисление. Толстая капля, да, она нам помогает посчитать количество паразитов, таким образом, в том числе, определить степень тяжести и эффективность лечения. В общем-то, извеляется в плюсиках. Один, два, три или четыре. Соответственно, чем больше плюсиков, тем более тяжелая форма. Здесь, как бы, немножко по-разному. То есть, в российских учебниках и в документах ВОЗ разные цифры. Я, честно говоря, так и не поняла, как это работает. Ну, вот, как-то так. Ну, вот, мы работаем по табличке сверху, в то время как у ВОЗ критерии совсем другие. Итак, паразитомия. 5-10 паразитов в микролитре. Это, собственно, и чувствительность, ниже которой не определяются паразиты в крови. 100 в микролитре. В регионах сезонной малилии симптомы будут проявиться при паразитомии ниже этого уровня. 10 тысяч – это 0,2%. Выше этого уровня клиника проявляется у лиц с иммунитетом. 2% – 100 тысяч. Максимальная паразитомия при его аксеовании. Но есть же еще тропическая, и вот там мы можем иметь 100-250 тысяч гиперпаразитомия тяжелой малилии, повышенная смертность, а также 500 тысяч, когда высокая смертность и рекомендуется переливание крови. Обследование малилии подлежат. Прибывшие из эндемичных очагов при положении температуры выше 37 градусов. То есть 37 – это уже повод провериться на малярию, потому что это может быть какой-то латентный процесс. То есть они, скорее всего, могут быть уже иммунные и на уровне их паразитемии, может быть, на уровне их иммунитета. Такая небольшая клиника, то есть, и это, тем не менее, они могут быть источниками инфекции. Лихорадящие 5 и более, но это мы говорим про неэндемичные регионы. В эндемичных регионах план такой, что при любом повышении температуры берется проба на малярию, и при любом повышении температуры, по-моему, это было в первой лекции, назначаются противомалярийные препараты. Но если мы говорим про неэндемичные, то есть, допустим, та же Турция, да, или я просто не знаю, какая еще ситуация в Армении, Таджикистане и так далее. Надо вот смотреть документы, потому что даже за 5-10 лет может сильно ситуация поменяться. И если там малярия не как здрасте на каждом шагу, то уже тоже могут быть такие моменты. Потому что все-таки гиперэндемичные области – это, опять-таки, некоторые области Африки, даже не все. А, допустим, опять-таки, в той же Турции она уже, по мнению ВОЗ, возможно, потому что я, когда последний раз проверяла это, это было года 4 назад, и она уже тогда была вот почти исключена, возможно, сейчас окончательно исключена из эндемичных зон павальдии, да. И, соответственно, надо осмотреть ситуацию на местах. Так вот, внеэндемичных – это прибывшие из эндемичных очагов, да, вот с такой клиникой, лихорадящие 5 и более дней без диагноза, рецепенты крови при повышении температуры в течение 3 месяцев после переливания, прибывшие из тропика в течение последних 3 лет при любом повышении температуры, больные с гепатоспиномегалией, жертвухой, анемией, неясной этиологией. Кстати, да, в эндемичных зонах все еще быстрее, просто вообще сразу, любое повышение температуры проверяем в ЭГИ. Критерии тяжести тропической малилеи по ВОЗ. Глубокая кома, если нет других причин, тяжелая нормоцитарная анемия, гигмагрилбин 50 грамм на литр при паразитимии 100 тысяч в одном микролитре, почечная недостаточность, дюрес 400 мл за 24 часа, мочевина больше 60, это прям серьезно. Отек легкий, гипогликемия, сахар ниже 2,2 мм на литр, сосудистый коллапс или шок, давление ниже 70 мм, тупого столба, холодная и влажная кожа, спонтанные кровотечения из десен, носа ЖКТ или ДВС-синдром, собственно, оно и есть. Желтуха, билирубин больше 50 микромол, гиперперексия, генерализованные судороги, ацидемия, PH артериальной крови 7,2 или ацидоз, бикарбонат плазмы 15 мм на литр, макроскопический гемоглобинурия, если нет дефицита GL6-FTG, шизонтомия в периферической крови. Вот здесь такой момент, поясню. Опять-таки, лекция здесь основная, да, если к занятию подготовьте, у нас есть кафедральная методичка по Малии, очень хорошая. Она есть на сайте, скорее всего, уже скоро Google загрузят, но она точно есть на сайте, где, может, не на сайте, ну да, на сайте Метакадемии, в разделе кафедры, где лежат все вам методички и прочие материалы, которые туда были загружены для дистанционного обучения, или попросите своего преподавателя. Думаю, никто вам не откажет. Конечно же, вам скинут эту методичку. Да, по Малярии там вот все более подробно. В чем фокус? Я здесь просто это не включаю в лекцию, потому что я не считаю это суперважным, но в любом случае в методичке или в учебниках это написано, да. Помним, что при обычных Маляриях, ну, при трехдневной и четырехдневной Малярии шизонты, они плавают везде в крови, их можно взять и увидеть при исследовании. При тропической Малярии, помним, да, размножение в эритроцитах происходит в сосудах внутренних органов. Таким образом, в периферической крови или только юные формы трофозоиды, или половые формы. Да, микро- и макро-гометоциты, но, собственно, потому что так оно работает. И вот если в периферической крови появляются не только ранние и зрелые формы, но и промежуточные, шизонные, это значит, что настолько много паразитов, что они уже, можно сказать, ну, грубо говоря, не вмещаются в периферической крови, в сосудах внутренних органов, пойдут в периферию. То есть это маркер очень высокой паразитомии. То есть если мы видим только юные и зрелые формы, то это в целом еще средний тип тяжести. Но если мы видим шизонты в периферической крови при тропической Мальвии, это уже тяжелое течение. Лейкоцитот больше 12 тысяч, гематокрит меньше 20%, ну и посмертно паразиты в сосудах серого вещества головного мозга. Скорее всего, это была Мальвийная пома. Что такое радикальное лечение? Радикальное лечение, это применяется именно при трехдневной и овале малярии. Оно сочетается, то есть это оккупирование приступа и предупреждение ранных рецидивов, хлорохин-трепедней, а также предупреждение поздних рецидивов, примахин 14 дней. Собственно, если в тропических странах Мальвию часто лечат наугад. Ну вот из серии мы видим Мальвию, мы даем противомальвийные препараты. И если не к лечению гематошизотропным, мы так называемые, вообще лечения здесь это нет. Да, лечение разделяется на гематошизотропное, гистошизотропное и гометотропное. В целом это очень условное разделение, ничего в этом важного нету, ну, чтобы понимать, да, гематошизотропное – это для купирования приступа, да, убивая паразитов в крови. Гистошизотропное – это для профилактики поздних рецидивов, убивая паразитов в печени, да. И гометотропное имеет смысл при завозной малярии для профилактики передачи. То есть если это какая-то гиперэндемичная область, я не думаю, что в этом есть какой-то смысл, да. Но тем не менее, если в регионе малярия не то чтобы супер распространена, имеет смысл назначить гометотропные препараты, чтобы убить половые формы. Это я чуть позже скажу, вот при тропической. Итак, радикальное лечение трехдневной и овале малярии сочетает гематы и гистошизотропные препараты. Это хлорохин, а также примахин 14 дней. Вот если примахин 14 дней не давать, то у человека пройдет клиника, но через полгода, там 5-7 месяцев может возникнуть опять. Поздний рецидив, потому что не убиты паразитов печени. Также у примахины есть гометоцинтный эффект, об этом чуть позже. При четырехдневной малярии достаточно купирования приступа хлорохин до 4-5 дней. Гистошизотропные препараты, соответственно, не нужны человеку, потому что нет гипнозона. При неосложненной тропической малярии купирование приступа хлорохин, артемизинин, хинин, а затем, вот это то, что говорила, гометоцинный эффект, примахин тот же 3-5 дней. Потому что при прочих видах малярии, когда убиваются кровяные формы, собственно, половые формы умирают тоже. Но при тропической особенности цикла таковы, что даже если вы убили всех паразитов в эритроцитах, гометоциты, вот микро- и макро-гометоциты, половые клетки могут циркулировать в крови уже человека без клиники, вылеченного еще дополнительную неделю. Соответственно, вы человека выпишите, он пойдет радостно домой, может стать источником инфекции для кого-нибудь еще. Соответственно, перед выпиской таких процентов также еще лечит 3-5 дней. Примахина, да, для, собственно, в эпидемиологической цели для предупреждения распространения малярии. Да, а вот теперь, собственно, эти прекрасные схемы с хлорохином, они, конечно, хороши, но на самом деле чувствительность к хлорохину буквально, наверное, меньше, чем в 10 странах до сих пор. Поэтому он сейчас не то чтобы широко используется. То есть в этих 10 странах хлорохин используется, но в основном сейчас довольно хлорохин устойчивые штаммы, и для них используются другие препараты. А именно, допустим, артемизин. В первый день 20 мг на килограмм в два приема, на второй и третий день по 10 мг на килограмм в сутки, плюс мифлохин – 15 мг на килограмм однократно на второй день. Артисонат или артеметр – 4 мг на килограмм один раз в день, три дня, плюс мифлохин – 15 мг на килограмм однократно на второй день. Картен – первый день по 4 таблетки два раза с завалом в 8 часов, второй и третий день по 4 таблетки. Эффективное применение комбинаций хинина сульфата по полграмма 3-4 раза в сутки до клинического улучшения исчезновения параситных пыль плюс тетрациклин по полграмма 4 раза в 7 дней И же толщи циклин 200 мг в первый день, затем по 100 мг в 7 дней. Хинин сульфат по полграмма 3-4 раза до исчезновения плосмодия в крови. Затем фансидар по одной таблетке в 3 дня. При беременности только хинин. При низкой эффективности хинина можно использовать малярный отаваклон прогуанил 4 таблетки в день 3 дня. Мифлохин 1,5 грамма в сутки по 3 таблетки в 2 раза. Противопоказан рисом с психическими нарушениями, эпилепсией, лётчиком, водителем, детям, дарёв, месяц. Фансидар однократно 3 таблетки. Метакельфин 3 таблетки однократно. Галафантрин халфан 2 таблетки раз в сутки 1 день 25 мг на килограмм. Противопоказан беременным и при заболевании аксиенса даёт быстрый эффект, но затем, возможно, рецидивы. Комбинацию хлоропрогуанила плюс запсон используют детям в Африке. Но в чём фокус? Смотрите, какие вообще препараты зарегистрированы в вашей стране. В России с этим вообще всё было плохо. Было одно время, вообще не выпускались, не были зарегистрированы малярийные препараты. Потом, собственно, наконец удалось достучаться, что завозные-то случаи есть, лечить их чем-то надо. И сейчас препараты... Ну, собственно, у нас есть наш любимый... Собственно... Боже, чем же мы там лечили? Ковид, которым лечили, боже, уже не помню. Ну, в общем, все помнят. Собственно, он самый, который базовый препарат для лечения малярии теперь спокойно регистрирован. Да, потому что как же он называется, да? Неважно. В общем, смотрите, какие препараты вообще зарегистрированы. Потому что все эти красивые названия, может быть, в вашей стране не особо зарегистрированы. Или час зарегистрированы, час нет. Поэтому, во-первых, особенно при завозной малярии, мы смотрим, откуда завезли. Можно на сайте ВОЗ или CDC, да, или любом другом официальном, чем-то здравоохранительном сайте. Смотрим, откуда завезли. Смотрим чувствительность к препаратам в данной области. И потом смотрим, что из препаратов в данной области зарегистрировано в вашей стране и доступно в вашем лечебном заведении. Опять-таки, если есть возможность завозить препараты из-за рубежа, отлично. Потому что в России с этим все сложно. Но я не знаю, как в других странах, может, чуть попроще. То есть, во-первых, мы смотрим, откуда завезли. Во-вторых, чувствительность. В-третьих, что из этого вообще есть под рукой. Если это ваше локальное малярие, которое бывает, в общем-то, по три раза на дню, грубо говоря, то, я думаю, и с препаратами все понятно, и с чувствительностью. Обычно такие вещи отслеживаются местными санитарно-эпидемиологическими инстанциями. Лечение осложненной терапической малярией. За рубежом часто используют производные артемизини. На артесунат внутри вена 2,4 мг на килограмма, затем с перерывом 12 часов 1,2 мг на килограмм до общей дозы 600 мг. Артеметр 3,2 мг на килограмм внутри мышцы, затем 1,6 мг на килограмм внутри мышцы ежедневно до общей дозы 640 мг. Хинина дегидрохлорида внутри вена в разовой дозе 600 мг, 10 мг на килограмм в изотоническом растворе хлорида натрия или 5% млекоза со скоростью 60 капель в минуту. Но тут угроза полапса в течение 4 часов, поэтому аккуратненько. Ведение повторяю через 8-12 часов, 2-3 раза в сутки. Суточная доза 20-30 мг на килограмм, но не более 2 г в сутки. Имеются рекомендации по внутребенному введению хинина дегидрохлорида. В первой дозе 20 мг на килограмм, максимум 1,4 хинина. В течение 4 часов зачем? Через 8-12 часов 10 мг на килограмм, максимум 700 мг. Ведение повторяется через 8-12 часов, затем переходит на прием хинина внутрь. Если больной в течение последних суток получал хинин, хинигин или мифлохин, доза 20 мг на килограмм не назначается. При поражении печени и почек оптимальная доза 10 мг на килограмм в сутки. Возможно, использование хинигиноглюконатом. В первой дозе 15 мг на килограмм за 4 часа, затем с интервалом 8 часов в дозе 7-5 мг на килограмм. Так, еще один момент насчет лечения. Да, то есть вы изучаете малерию в курсе терапических болезней. Я не знаю, у вас еще была инфекция или нет, но также в малерии есть в курсе инфекции просто. Если на тропиках у вас будут контрольные точки, которых, в общем-то, не слишком сложно знать, то по инфекции, по идее, будут экзамен. Может, и не будет, тут вещь не меняется, все по 3 раза на 1, да. Но и там вам может попасться малерия, соответственно, лечение малерии. Все вот это вот, вот этот вот весь слайд вам знать не надо. Но запомните хотя бы, ну, препарата 3, да. Запомните первую линию лечения и хотя бы вторую, в идеале третью. Если вы 3 препарата скажете, ну, то есть 3 варианта лечения преподавать, он будет счастлив. Да, ну, опять-таки, если, плюс, опять-таки, вы на инфекции еще раз должны будете это повторять. Я имею в виду снова проходить малярию. Ну, и там бывает, что не хватает времени, потому что это тема вместе с другими. Это здесь у нас целое занятие на малярию будет. Поэтому лечение хотя бы несколько вариантов. Вот прям всю страницу не надо, но вот несколько желательно. Потому что малярия – это тема, на которой часто путаются. Так, патогенетическое, да, то есть идиотропное лечение – это, конечно, хорошо, но не идиотропным едином. Итак, при гиповолемии – ацесоль, тресоль, квартасоль, лактосоль. Внутривена струйная, затем капельная, метод ведения, объем в зависимости от степени обезвоживания. Гипогликемия – 5% раствор глюкозы или 20% раствор глюкозы. Внутривенная концентрация количества зависит от уровня глюкозы в крови. Гипотензия – адреналин или допамин. Ну, все в стандартных дозировках. Внутривеномид на 10-15 капель в минуты. Стероидные гормоны не показаны. Энцефалопатия – седоксен, риланиум, оксибутират натрия, драпиридол. Подкожно или внутривенно, внутримышечно или внутривенно, внутривенно. Ну, опять-таки, здесь все расписано. Это просто, чтобы понимать, что если у вас у человека, там, при судороге, все очень плохо, глюкоза 2,2 и гиповолемия, ты не знаешь, что ему дали мифлохин и, типа, все, молодец, хватит с тебя. Не забываем, что эти тропные лечения – это только часть. Есть еще патогенетическое, есть еще симптоматическое. Да, соответственно, все лечится, как обычно. Гиповолемия – солевые растворы, гипогликемия – собственно, растворы глюпозы, гипотензия – адреналин, допамин, энцефалопатия – противосуторжный и успокоительный. Также алюмия – препараты железа, полевые кислоты, рецептитарная масса в зависимости от степени А. От степени выраженности анемии. Это все можно внутривенно. Если гемодокрин до 20%, проводится обменная гемотранскультия. Гиперперексия, анальгин 1-2 мл и другие жиропонижающие внутримушечные. Это классика. Обтирание прохладной водой, холодномагистральные сосуды шеи и другое. Могут быть физиологические методы. Острая почечная недостаточность. Медикаментозное лечение проводится в общепринятой методике. А также, если идет острая почечная недостаточность на фоне гемолиза вследствие применения противомалерийных препаратов, не забываем, что первое, что мы делаем, первое – это отмена тех противопаразитарных препаратов, которые вызвали этот гемолиз. А потом уже лечение в общепринятой методике. Если вы этот пункт пропустите, ну, как бы на экзамене, ну, или даже будете там в задаче писать, то есть сразу, ну, может, не два, а три, но как бы шансы на двоечку. Да, потому что если вы не напишете в своем листе назначения «отменить», да, не подумайте об этом, медсестра может так и дальше давать этот препарат. И вы будете продолжать усугублять этот гемолиз. Поэтому не забывайте «отмена» – это надо проговорить преподавателю, и это еще полбеды. Главное – проговорить это своему медперсоналу, своим медсестрам, отметить в листе назначения «отмена», а потом все остальное. Дальше. Внутрицесудистый гемолиз эритроциток может быть медикаментозный и паразитарный. Соответственно, глюкоза на инсулине, эофилин, ацессолире, полиглюкин, лазик, сприднизолон или гидрокортизон, переливание крови, ИВЛ. Если он паразитарный, то продолжается прием аллергийных препаратов. Опять-таки, если не медикаментозный, то отмена этих препаратов, которые вызвали. Все это внутривенно-капельно, переливание крови при снижении губоглобина менее 50 градусов. Геморрагический синдром. Викосол, эритроцитарная масса, переливание крови. Итак, и последний пункт, это химиопропилактика. То есть, лечение это, конечно, хорошо, но есть еще, собственно, недопущение. Так-то тут дальше еще есть. Нет. Значит, базовая протилактика, вообще, если не химиопропилактика, конечно, защищаться от укусов комаров. Ну, в принципе, есть вакцинация, но она довольно низкоэффективна, поэтому ее даже особо не упоминается. Но основное – это химиопропилактика. Лицам, выезжающим в этамичные районы, назначается химиопропилактика, которая начинает за неделю до выезда, продолжает в течение всего периода пребывания в регионе, и еще в течение четырех, иногда шести недель после возвращения. Неделя до выезда, весь период, плюс четыре недели после возвращения. В очагах клорохин чувствительной терпической малярии, реваксо-овале малярии, хлорохин еженедельно две таблетки, тесто миллиграмм, но не более пяти лет. Может, вызвать тесто на пяти, предотвращает только первичное правление болезни, но поздние рецидивы все еще могут возникнуть через несколько месяцев. Помните, да, хлорохин не действует на тканевые формы. Там примахин. В регионах лекарственно-резистентной терпической малярии, терпическая Африка еженедельно приминают один из следующих препаратов. Мефлохин, мелоприм, метакельфин, маларон, фантидар, дарофлор, комоприм, СП, 0,3-клорохина основания, плюс 0,75-примахина основания. Нарушения схемы ранней отмены препарата могут привести к заражению малярией, но при этом возможно либо более легкое течение заболевания, либо обвинение конкубационного периода, либо изменение классической картины болезни. Так, собственно, на этом наша лекция заканчивается. Благодарю вас за внимание. Не забывайте про методички. Читайте книжечки и будьте здоровы!